Здравствуйте, друзья! Наконец-таки заканчиваем с вами серию про глаголы первой группы с особенностями. Если вдруг вспомните другие глаголы, напишите мне, я сделаю новое видео. А сегодня мы изучаем с вами последнюю группу, которая состоит всего лишь из двух глаголов. Это глагол envoyer – посылать, направлять кого-то, и envoyer – еще раз отправлять кого-то или что-то, и увольнять. Ибьям, почему они особенные? Сейчас расскажу. Вообще во всех временах, кроме future simple, они абсолютно совпадают с глаголами, которые имеют в основе o, y и y, то есть в тех формах, где после основы идет ее непроизносимое, они заменяют y на i. Но в одной из форм future simple у них появляется особенность. Но мы сейчас это посмотрим после того, как прочтем глагол envoyer в présent. Я читаю, посмотрите за мной. Дальше, повторяем нашу тему. Обращаю ваше внимание, что y и и не смущают нас. И переходим теперь к нашей особенности. Посмотрите, пожалуйста, написал сначала инфинитивы глагол envoyer и глагол voir. Казалось бы, совершенно разные, и они и есть разные, и в инфинитиве они выглядят совершенно иначе. Но мы возьмем форму в ну. Первое лицо множешее число. И здесь мы видим, что они очень похожи. Конечно же, это глаголы разные. И мы знаем, что глагол envoyer, envoyer, cta, это глаголы первой группы, а глагол voir, это глагол третьей группы, ничего между ними общего нет. Но смотрите, люди, которые не учили глаголы первой группы, и жили несколько веков назад, не отдавали себе в этом отчеты. И когда они слышали ну, voyer и ну, voyer, для них это были похожие группы. И поэтому, по аналогии с глаголом voir, они сформировали в будущее время глаголы envoyer. Nous verons, nous enverons. И renvoyer уже сформировался в глаголе envoyer, renverons. Voilà, давайте прочтем. Nous voyons, nous verons. Nous renvoyons, nous renverons. Nous enverons, vous enverrez. И теперь давайте проспрягаем глагол renvoyer future sample полностью. Здесь очень красиво, классированная R. Открывать широко, старайтесь. Je renverai, tu renveras, il renvera, nous renverons, vous renverrez, ils renverons. Все, у нас больше не осталось глаголов. Повторите, пожалуйста, что у нас было. Первое видео было посвящено вообще, какие глаголы у нас существуют, сколько исправления в французском языке. Второе и третье видео, второе было глагол monje, третье видео было commencer. Четвёртое видео у нас было о открытых-закрытых звуках и слогах во французском языке. Пятое видео у нас было типа глаголов espérer. Потом у нас были глаголы типа appeler et juler. Седьмое глаголы типа pé, восьмое глаголы типа essuyer, envoyer. Девятое глаголы типа gracier. И последнее, десятое глаголы типа envoyer, renvoyer. Bon courage! Субтитры создавал DimaTorzok